Меня зовут Сергей Замятин, я около 15 лет работал на радио Ямала. Сейчас я занимаюсь фотобанком ЯНАО, являюсь его администратором, а также билд-редактором. Но я все равно хочу рассказать про радио, поскольку я очень долго работал в этой сфере. В 2008 году пришел на радио Ямала, у меня уже были наработки моей музыкальной программы. Меня с удовольствием приняли. Я после этого несколько лет еще делал тематические разные программы, сменил несколько отделов радиостанции. Ну и осел окончательно в техническом отделе и позже уже стал его начальником. Изначально мне была поставлена задача именно автоматизировать процесс радиовещания, поскольку тогда было очень много проблем, очень много времени тратилось на составление плейлистов, так как каждый час собирался, монтировался буквально вручную. Если возникала какая-то ошибка неожиданно, то приходилось перемонтировать всю программу полностью. В 2012 году мы запустили эту систему. Я провел обучение среди сотрудников не только радиостанции, но и тех, кто был обещательно аппаратный. Иногда приходилось проводить некоторые микрорасследования, чтобы понять, кто в какой момент какую кнопку нажал, что сделал не так. Были такие случаи, когда нажималась не та кнопка случайно, и полностью слетала вся система, и приходилось за короткий период очень восстанавливаться, все заново делать. Но, к счастью, система автоматизации была удобной в этом плане. Я еще был музыкальным редактором, помимо своих основных обязанностей. Но часто мы подбирали музыку коллегиально. То есть собиралась группа из пяти человек, мы отслушивали песни. Песни мы брали с интернет-портала, известного это ТопХит. И мы наряду с крупными федеральными станциями также могли очень быстро поставить какой-то хит-эфир. Изюминка, конечно, у нас была, это наши демальские песни. Сейчас я билд-редактор, то есть это человек, который подбирает и описывает фотографии. Еще я занимаюсь фотобанком, я являюсь его администратором. И это система, которая создается для нашего внутреннего пользования, в первую очередь. Продолжаю заниматься автоматизацией, только сейчас уже работаю с фотографиями, а не с песнями.